СПОНСОР ПРОГРАММЫ САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИЯ Здравствуйте! Вы смотрите программу «Человек на карте мира». С вами Наталья Клынина. Наши гости сегодня Ксения Афонина. Музыкант, певица, композитор, преподаватель музыки, который живет в городе Гамбург, Германия. Ксения, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Рада вас приветствовать на нашей программе, которая называется «Человек на карте мира», открытый канал. С упоением жду предрождественских историй о Германии. Как я понимаю, вы в Германии уже давно живете? Да, в Германии я живу уже почти 13 лет с 2002 года. Да, и моя первая остановка была в городе Кёльне. Туда я приехала в 2002 году, еще будучи студенткой Саратовского государственного университета. Там я училась на журналистском факультете. И в 2002 году получилось так спонтанно, что по приглашению я смогла приехать в Германию, в Кёльн, и поучить язык. Шесть месяцев на курсе иностранных языков, интенсивный курс от фонда от Абеники. Шесть месяцев с понедельника по пятницу с 8 утра до 14 часов. До 14 часов только язык, потому что надо признаться, что я немецкого языка абсолютно не знала. В школе учила только английский и французский, поэтому решила еще один язык выучить иностранный. И после этого интенсивного курса, я решила попробовать поступить на музыкальное отделение, на вокальное отделение в Гамбурге певческой академии, на эстрадное отделение. И Гамбург был моей второй остановкой в Германии. И как вы теперь знаете, я здесь задержалась и осталась, и живу в Гамбурге. Как так получилось? Ваша первичная цель поездки в Германию было изучение языка. Не жить, не учиться долго, я имею в виду, а просто получить язык и вернуться обратно? В принципе, да. То есть как бы у меня была такая идея или, скажем так, мечта учиться в Европе или учиться за границей. Но, честно сказать, я никогда не могла себе представить, что эта мечта станет реальностью и что это возможно все осуществить. Я действительно хотела только поучить язык, посмотреть, как здесь живется в Европе. Но могу признаться, что я перед этим, как уехать в Германию, но тогда еще в интернете, в таком интернет-кафе в Саратове, потому что еще тогда не у всех был дома домашний интернет. Я действительно проинформировалась, какие есть учебные заведения, и именно по музыке тоже. Поэтому как бы вот выбор мой города Кёльна оказался немножко таким уже с задумкой, что, может быть, я там смогу тупить или, по крайней мере, попробовать поступить в консерваторию. Но, честно сказать, как вы уже заметили, это сначала все было так спонтанно, и я абсолютно не знала, как это все получится, насколько мне понравится страна, насколько я смогу освоить язык, чтобы здесь учиться. Поэтому это все так было еще на уровне мечтаний, скажем так. А как произошел у вас вот этот вот поворот от журналистики к музыке? Такой кардинальный поворот, который, можно сказать, предопределил вашу дальнейшую судьбу? Ну да, вы правы, конечно, так вот, если послушать журналистики, сменить профессию на профессию певицы. Но, на самом деле, музыка сопровождала меня с детства, и я с шести лет училась в музыкальной школе. По-моему, она называлась первая музыкальная школа при железной дороге на нашем железнодорожном вокзале. Там она находилась. То есть в шести лет я как бы училась по классу фортепиано в Саратове. Потом в одиннадцать лет я поступила в детский хор при театре хоровой музыки Людмилы Лицовой. Там как бы я в одиннадцать лет продолжила свою музыкальную карьеру. И уже в таком более взрослом возрасте, после школы, когда я училась в Саратовском государственном университете, то я брала уроки вокала в нашем музыкальном училище на улице Радищева у очень хорошей преподавательницы эстрадного вокала Лавриненко. Так что, как бы, музыка, она меня всегда сопровождала, и в какой-то момент я решила, что я все-таки, наверное, хочу больше еще с музыкой связать свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В тот момент, когда вы уехали, это был какой-то 2002 год, да, ориентироваться на Запад, на обучение на Запад. То есть это было такое вот стремление со знаком «плюс». А вот в данный момент нас воспитывают в том ключе, что у России какой-то свой путь, на Запад смотреть не нужно, но тем не менее все больше и больше людей хотят уехать. Вы это замечаете? Ну да, вы правы, конечно, может быть, ситуация изменилась, и сейчас к этому более негативно относятся на нашей родине. Но, честно сказать, мне это как бы здесь, за границей, незаметно. То есть как бы, в принципе, поток людей или желание учиться за границей, оно, в принципе, мне кажется, достаточно нормальное стремление. То есть как бы очень много всегда, мне кажется, будет молодежи, которым интересно посмотреть и узнать, как живут в других странах. И это не должно означать, что это, мне кажется, не какое-то там предательство Родины, да, или что-то в этом духе, или своей культуры, да, или своих корней. Да, мне кажется, это просто желание увидеть и познать что-то новое. И это, в принципе, желание не должно заканчиваться тем, что люди обязательно остаются за границей, да. А может быть, они возвращаются к себе на родину с новым опытом, да, и как бы с новой стажировкой. И мне кажется, в этом нет ничего негативного, на мой взгляд. Ну вот вы не ощущаете, что рядом с вами, вокруг вас появляется больше иностранцев, например, больше людей из России? Не чувствуется приток эмиграции? Ну, вы знаете, я, в принципе, как бы его такой приток эмиграции ощущаю на протяжении уже 12 лет, да, которых я живу в Германии. И особенно, конечно, в таком городе, как Гамбург, это портовый город и очень интернациональный город по своей сути, да. То есть это, как бы, я думаю, не только в последние 12 лет, а вообще это был город, который приютил огромное количество людей со всего мира, да. И поэтому, как бы, мне кажется, в Гамбурге эта культура была развита уже очень давно, да, что, как бы, иностранцев и эмиграция здесь, в принципе, всегда приветствовалась. И здесь это чувствуешь просто на каждом углу, да, то есть как бы садишься в метро и слышишь речь самых разных языков и видишь людей, можно сказать, со всего мира. Мы находимся в одном из самых моих любимых мест, в Гамбурге, в Порт. Гамбургский порт был основан в 12 веке, и он самый большой в Германии и третий по своей величине в Европе, после Роттердама и Атвердама. Хорошую погоду, я очень люблю бывать и с друзьями, и со своей семьей, но сегодня вы видите типичную гамбургскую погоду. Я стою на площади группы «Битлз». Вы знаете, что группа «Битлз» начала свою мировую карьеру именно в Гамбурге. 17 августа 1960 года они выступили в клубе «Инда» на улице «Гросса Хайхайт-36». Ну а как вот люди окружающие относятся, например, к притоку сирийских беженцев? Вы знаете, в Гамбурге, я могу сказать, что это большой город, да, то есть это, наверное, не во всей Германии можно такую тенденцию увидеть. Но так как Гамбург очень интернациональный и, в принципе, скажем так, богатый город и очень открытый город, да, то по своему духу здесь очень хорошо относятся к эмигрантам. И даже вот люди, я просто вот как бы из моего окружения, я знаю очень много людей, которые сами действительно помогают этим эмигрантам и отвозят одежду и какие-то там, я не знаю, средства и даже там питание и все такое прочее, да. То есть как бы здесь, в принципе, такой вот дух вот этой помощи в моем окружении действительно очень велик. Я почему спрашиваю? То, что мы слышим чаще всего из новостей, да, это обеспокоенность местных людей тем, что приезжают новые прибывшие. Это связано с какими-то финансовыми затратами, то есть там боятся, что якобы там рабочие места будут отнимать, что большие отчисления из государственного бюджета пойдут на вот этих самых эмигрантов. Существуют ли какие-то программы поддержки, может быть, вот на месте, программы, не знаю, бесплатные курсы языка, адаптация, что-то там, обучение, курсы, ремесла какого-нибудь. То есть вот каким-то таким образом пытаются людей к новой жизни приспособить? Да, однозначно. Однозначно, конечно, такого потока эмиграции, как этим летом, не было, я думаю, практически, может быть, никогда. Это в первый раз такое огромное количество людей эмигрировало в Германию. Но вы совершенно правильно заметили, и сейчас правительство Гамбурга и немецкое правительство как раз подготавливает очень много таких программ. То есть сначала первым делом, естественно, люди должны получить крышу над головой, да, то есть это уже, в принципе, обеспечено. И вторая ступень – это обучение языком. Это, конечно, очень важно для того, чтобы люди могли здесь адаптироваться и получить работу, да. То есть как бы все эти программы уже намечены, и немецкое правительство инвестирует достаточно большое количество денег в эти программы. Но вы правильно заметили, конечно, нельзя сказать, что 100% немцев довольны этим положением. Есть, конечно, люди, которые этого всего опасаются, да, они боятся за свою культуру, за финансовое положение, за экономическое положение. И за безопасность, наверное, тоже. И за безопасность, конечно, но все равно по-прежнему это меньшинство. То есть большинство людей в Германии поддерживают, поддерживают и очень-очень хорошо к этому относятся. Вот если продолжить разговор о адаптации к новому месту жизни, переезд – это же не просто вот взял, переехал. Это необходимо приспособиться к новым законам, к новым правилам. Вот если применимо к вам лично, с чем вам пришлось столкнуться во время адаптации к новой жизни в Германии? Какими качествами нужно обладать, чтобы влиться в культуру и в общество этой страны? Ну, вы знаете, я с самого начала заметила, что есть такие определенные стереотипы, о которых мы знали про немцев, да, что говорят, например, о пунктуальности, да, о пунктуальности или обязательности, трудолюбие, да. То есть, в принципе, они как бы, эти стереотипы, они подтвердились, да. То есть, действительно, как бы мне пришлось с самого начала обратить на это внимание, что, да, что лучше на все встречи приходить в актуально. Конечно, если что-нибудь пообещал, то лучше свое слово сдержать. Но это, в принципе, конечно, очень все такие положительные качества, особенно для молодого человека и студента, да. То есть, я бы не могла сказать, что мне это далось с большим трудом, вот. Вот, но я как бы заметила, что нужно, что нужно за этим следить, и, в принципе, как бы мне это в моей учебе и в моей, как бы, интеграции даже так, в принципе, очень помогло, да. Вот, конечно, вот, если такое, ну, как бы более негативное качество, но, я не знаю, оно, наверное, есть, в принципе, как бы в любой стране, и в России тоже, это достаточно большая бюрократия, да, то есть, как бы бумажки, бумажки, без бумажки ты не человек, скажем так, да, то есть, как бы нужно всегда, нужно всегда во всех учреждениях иметь всякие подтверждения, да, то есть, как бы это немножко, это немножко бывает напряжно, да, но куда без этого, везде в любой стране есть свои какие-то недостатки. Но, может быть, именно из-за того, что у них такая бюрократия, может быть, именно поэтому и они так хорошо организованы, и все так функционирует. После того, как вы обучение закончили, вам сразу пришла идея создать школу, или вы какое-то время творчеством просто занимались, саморазвитием? Да, это вот тоже очень интересный вопрос, я, честно сказать, так как у меня все это достаточно спонтанно произошло с обучением языка, потом так удачно получилось, что я действительно смогла поступить с первого раза тоже, как бы в это учебное заведение, и, естественно, моей мечтой всегда было стоять на сцене, да, то есть, как бы самой быть певицей и писать песни, и, как бы, себя сопровождать, да, то есть, играть на инструменте, то есть, я, честно сказать, в процессе моей учебы никогда не думала о том, что я стану преподавателем. Это действительно получилось так, когда я закончила, я так поняла, что, хорошо, как я буду зарабатывать, как я буду зарабатывать на жизнь своим пением, да, то есть, это, конечно, дело непростое, и в Германии тоже непростое своим творчеством заниматься и зарабатывать этим деньги, да, и так как я на одном мастер-классе, еще в процессе своей учебы познакомилась с моим будущим мужем, он тоже музыкант и ударник, с тех пор, это случилось в 2007 году, с тех пор мы с ним вместе, у нас своя группа, мы пишем свои песни, и с 2009-2008 года, где-то вот год мы, как тогда встречались, мы начали задумываться о том, что, может быть, нам какой-нибудь организовать свой бизнес, да, чтобы как бы было действительно на что жить, бедному музыканту, и как бы вот так вот родилась эта идея о своей музыкальной школе. То есть, если я правильно понимаю, заработать, будучи преподавателем, проще, да, чем заработать, будучи просто певцом-музыкантом? Ну, вы знаете, я бы сказала, что это стабильнее, да, то есть, как бы, то есть, то есть, мы, естественно, тоже зарабатываем деньги и своей музыкой, да, но это не так стабильно, да, то есть, как бы у нас бывает, бывают хорошие месяцы, бывают не очень хорошие месяцы, да, то есть, как бы, иногда нам приходится даже очень много в нашу музыку вкладывать, да, когда вы... Да, как говорят по-русски, то густо, то пусто. Правильно, правильно. А преподавание – это более, как бы, стабильная профессия, да, и иметь свою школу, да, то есть, как бы, у нас сейчас определенное количество учеников, преподавателей, стабильное дело, чем своим творчеством заниматься. А где вы имеете возможность представляться, играть свою музыку, петь? То есть, вы даете концерты, либо вы работаете, как приглашенные артисты? Мы даем концерты, да, и в этом плане надо сказать, что Гамбург, Гамбург и Берлин, да, Берлин, как столица, конечно, Германии, и Гамбург, как второй город такой, это огромный культурный и музыкальный центр, да, то есть, в принципе, это вот два таких крупнейших города, в которых музыкальная культура очень развита. Здесь огромное количество музыкальных клубов, в которых выступают группы самые-самые различные, да, и которые приезжают, например, в турне тоже по всей Европе, да, и из Америки. То есть, как бы, здесь эта культура очень развитая, и мы уже много выступали в различных клубах в Гамбурге, и в последний год мы больше работаем над своим альбомом и больше в студии, потому что мы в 2016 году, в следующем году хотим выпустить наш первый альбом, поэтому у нас такая, более такая студийная фаза, в которой мы не так много выступаем, а больше, больше работаем над нашими песнями. Расскажите теперь про вашу школу. Когда я зашла на сайт вашей школы, которая называется Music Lounge, я была приятно удивлена, потому что это сразу пошло как-то вразрез с моими представлениями о том, как вообще должна выглядеть музыкальная школа. Я тоже ходила в свое время в советскую музыкальную школу, то есть вот как бы ассоциации остались те же. Все ли школы так замечательно выглядят в Германии, школы музыкальные? Или это чисто ваша идея, задумка сделать такое вот очень располагающее для творчества пространство? Ну это очень приятно, конечно, что вы это заметили. Это действительно была наша идея, во-первых, так школу назвать. Music Lounge – это такое не совсем обычное название для музыкальной школы. И действительно идея была такая, что фойе нашей школы и вообще атмосфера нашей школы, кабинеты должны выглядеть очень уютно. У нас в фойе, например, мы предлагаем кофе, тоже капучино, разные как бы напитки. То есть как бы если, например, ученики приходят на занятия, то они могут еще пораньше чуть-чуть прийти, выпить чашечку кофе, как бы, да? Пообщаться. Посидеть, да, почитать журналчики, пообщаться, да, то есть как бы выйти в интернет. То есть вот это вот с самого начала была такая идея, чтобы у нас такая вот атмосфера была не совсем обычная для музыкальной школы, а более такая уютная семейная атмосфера. И поэтому у нас в фойе удобная мебель, креслица, диванчики, в которых можно так чуть-чуть отдохнуть. Или после занятия, или перед занятием. И пообщаться, конечно, с другими учениками, с другими музыкантами, чтобы такой обмен был. Вот это была наша идея. Да-да, понятно. А ваши ученики, кто они? По возрасту, по роду деятельности? То есть это люди, которые хотят заниматься музыкой профессионально? Или это такой хобби-класс? Вы знаете, и то, и другое. То есть у нас есть очень много учеников, которые начинают как бы с самого раннего возраста, с 5-6 лет учиться играть на инструменте, на ударной установке, или на фоно, или на гитаре. И это очень хороший возраст для того, чтобы начинать учиться играть на музыкальном инструменте. У нас есть и много учеников в подростковом возрасте, и в более старшем возрасте мы действительно даем тоже подготовительные курсы для поступления в высшее учебное заведение. Но у нас есть и действительно, например, адвокаты или врачи, скажем так, в таком солидном возрасте, зрелом возрасте, которые занимаются музыкой как хобби. Для них это такое развлечение и что-то другое, чем их работа. То есть, как бы такой отдых от их настоящей работы. Немножечко назад, возвращаясь к вокальной академии в Кёльне, в Кёльне, да, я не ошибаюсь, или в Гамбурге уже. В Гамбурге. Уже в Гамбурге, да, вокальная академия в Гамбурге. Вот как вы можете сказать, есть ли аналог такого же учебного заведения в России, ну не обязательно в Саратове, ну где-то, например, могли ли вы найти такую же школу где-нибудь в окрестных городах, ну в Москве, скажем там, или в Самаре, в Петербурге? Насколько я знаю, Самара, Санкт-Петербург, не могу точно сказать, но в Москве, мне кажется, подобное, если так сравнивать, это, наверное, не на 100% будет, но я знаю, что в Москве есть, что касается, вот именно эстрадного отделения, да, не связанного с классической музыкой, это, по-моему, Гнесинское училище, там есть эстрадное отделение. Я не знаю, есть ли там действительно педагогическое отделение, мне кажется, это вот то, что, как бы, такое более новое, и это есть, как бы, в Европе, что ты учишься на эстрадном отделении и учишься, как бы... Учишься учить. Да, учишься обучать. Да, и именно не в классическом направлении, а в эстрадном. Мне кажется, у нас такого направления еще нет, или, может быть, слишком мало еще. Насколько я поняла, пробежав глазами сайт вашей школы, ваш супруг тоже учился за границей. Имейте в виду за границей, за границей для себя, он учился в Соединенных Штатах. Правильно, да, он учился в Los Angeles Music Academy. То есть это как раз тот случай, когда человек уезжает учиться куда-то и возвращается, чтобы полученные навыки применить уже у себя, у себя в стране. Да, правильно. Он, конечно, он тогда еще тоже был молодым человеком. Ему было 18 лет, и он прожил, по-моему, 3 года, насколько я помню, 3 года или 4 года. И учился в музыкальной академии в Лос-Анджелесе, и вернулся в Германию, и даже получил здесь еще второе, второе музыкальное образование. Ну, а, конечно, эти годы жизни в Лос-Анджелесе ему настолько помогли в его музыкальной карьере, потому что, конечно, именно в направлении поп-рок или джаз, конечно, в него были такие преподаватели, которые имеют просто мировую известность. И в музыкальных кругах очень почитаются. То есть, наверное, именно этим и его выбор страны для образования, как бы так выразиться, для обучения этим объясняется. Да, 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 конечно. То есть Америка, конечно, в этом плане шоу-бизнеса, скажем так, или таких определенных направлений музыки, это, конечно, скажем так, одна из самых первых стран, в которой можно это образование получить на высшем уровне. Так же, как вот, например, в России, то есть сильна своей классикой или балетом, да, так же Америка своим джазовым, предположим, образованием. Вы в России часто бываете? Ну, честно сказать, хотелось бы чаще. Хотелось бы чаще. Последний раз была в 2013 году, и перед этим еще на 60-летие моего папы. Не так часто получается. Но вы знаете, вот в наши времена такого технического прогресса, когда можно с папой тоже разговаривать 2-3 раза в неделю по скайпу, да, и друг друга видеть, или, например, там по WhatsApp можно какие-то видео, фотографии постоянно, да, то есть переписываться, пересылать. То есть как бы мы о друг друге все знаем, да, все, что происходит в нашей жизни, это действительно такой вот технический прогресс, он, конечно, в нашей жизни такой очень помогает. Но самой мне, к сожалению, не так часто удается выбраться в Россию, ну, из-за того, что свой бизнес, да, свое творчество, очень много дел, и, к сожалению, не так часто. О Ксении нам немного рассказал Ларису Уварова, ее хорошая знакомая. Она еще была совсем малая, глупая. Ей где-то около пяти лет было, когда к ним в садик пришли с каким-то конкурсом, отбором. Я не совсем сейчас... В детский садик. В детский садик. Вызвали родителей и говорят, вы понимаете, что у вашей девочки идеальный слух? Ну, они так скромно сказали, ну, да, конечно, да, да. И вы понимаете, что девочка должна учиться. В первую очередь она должна пойти в музыкальную школу. Ну, сказано, сделано. Берешь и ребенка за руку и ведешь. Она очень легко поступила. Она с большим удовольствием училась в этой школе. Она была, ну, круглая пятершница. У нее были одни пятерки, даже по сальфеджио. Вы представляете? Потом у нас открылась школа хоровой музыки. И она изъявила желание пойти туда. Кстати, я хочу сказать, у нее педагогом была Краснощекова Светлана Владимировна. Да-да. Та самая Краснощекова Светлана Владимировна, которая сейчас у нас министр культуры Саратовской области. Потом пошла Германия. Когда она уезжала, мы думали, господи, потеряется девочка. Потеряется, потому что другая страна, другой менталитет, другая культура, там все другое. А это равносильно, но представьте, прийти в чужой огород со своим уставом. Понимаете? И вот остались, к сожалению, редкие телефонные разговоры. Сами понимаете, по какой причине. Иногда они приезжали сюда. Уж если приезжали, мы пытали. То есть мы были достаточно в курсе, друзья, как у Ксюши там все происходит. Конечно, она через такие тернии там прошла. Я не буду об этом говорить. Я просто хочу сказать, что она такая умница. И вот этот стержень в ней, при всей ее улыбчивости, при всей ее влюбленности в людей, я не побоюсь этого слова сказать. Потому что, когда вот последний раз она приезжала, мы с ней общались, и она мне вдруг очень мудро говорит. Ты знаешь, Ларис, я убеждена, что плохих людей нет. Люди только хорошие. Просто люди иногда попадают в такие жизненные ситуации, что иногда проявляют себя недостаточно корректно. Я вот так вот села и думаю, Господи, ты не только умница, ты не только красавица, ты еще мудрая девочка. Многие из гостей нашей программы замечают, что, уехав жить в другую страну, они начинают по-другому на Россию смотреть. И, может быть, находят, уже находясь в отдалении, находят очень много каких-то положительных моментов. Начинают ощущать, что что-то им не хватает. Вот то, что есть здесь, им не хватает там. У вас как? Есть такие ощущения? Вы знаете, у меня с самого начала такого ощущения по поводу страны или места жительства не было. Только людей мне не хватает. Как бы моих друзей, моей семьи. Вот это то, что меня связывает связывает с Родиной. А вот каких-то определенных вещей, связанных с нашим менталитетом или с нашим мировоззрением, я думаю, что нет. А больше людей по людям скучают. За новостями следите? Конечно, стараюсь, да. Однозначно. То есть, это журналистский, как бы пять семестров журналистики дают о себе знать. Стараюсь следить, да. Вот поэтому очень интересно с этой точки зрения. Очень быстро происходит процесс различный в России. Быстро все меняется. И каким образом меняется имидж нашей страны за рубежом, в частности, в Германии? Я в основном общаюсь с музыкантами. То есть, это какой-то творческий круг. И наших русских музыкантов и нашу русскую культуру здесь до сих пор ценят. То есть, об этом нет никакого негативного отношения. То есть, как бы здесь наша музыка, наши писатели, наша культура, они, в принципе, до сих пор, да, как бы остаются на большем уровне, да, для Германии. Что касается политики, экономики, здесь, конечно, это мнение расходится. И в последнее время, может быть, как бы больше появились негативные прессы в Германии. Но у меня такое ощущение, что в последние полгода опять все налаживается. Мне кажется, все так потихонечку вот это негативное отношение немножечко улеглось. И налаживается отношение. Мне кажется, это все-таки временные были перемены. Или, по крайней мере, я надеюсь, что это было временно. Когда ваши родственники, ваши друзья приезжают в Гамбург, какие у них впечатления? Что они замечают? В чем разница? То есть, какие-то положительные моменты, отрицательные моменты? Восхищаются или жалуются? Ну, вообще, у меня, в принципе, только такие позитивные, позитивные есть, позитивная информация о Гамбурге. И всем моим друзьям, и родственникам, и знакомым, которые меня здесь уже навещали, всем этот город очень нравится. Очень нравится порт. Это действительно очень красивое, необычное место, потому что там чувствуется дух открытого мира и свободы. То есть, огромные корабли, огромные судна, которые каждый день прибывают в Гамбург. Красивая набережная с огромным количеством кафе и ресторанов. Очень-очень красивое место. Потом, конечно, вот эта вот тоже интернациональная культура, она здесь чувствуется, да. То есть, как бы, если здесь хочешь пойти, там, я не знаю, покушать что-нибудь экзотическое, да, то есть, это вообще не проблема. Здесь можно найти ресторан, мне кажется, любой народности мира. То есть, как бы, не важно, не важно, что тебе захочется, можно все попробовать и, как бы, новые впечатления. То есть, и, конечно, и, конечно, что он очень такой музыкальный и культурный город. Здесь очень много мюзиклов, очень много театров с новыми постановками, очень много кино. Ну, такой типичный, типичный большой европейский город, в котором, в котором есть что посмотреть и есть что, как бы, нового для себя найти. Остается три дня до наступления католического Рождества. Какая сейчас атмосфера? Атмосфера перед Рождеством в Германии очень-очень душевная. Надо признаться, это один из самых больших праздников в Германии. Почему один из самых? А, самый большой. Самый большой католический праздник в Германии. И, вне зависимости от того, насколько люди здесь как бы религиозные или нерелигиозные, это праздник семейный. То есть это как бы праздник, в который вся семья собирается за большим столом или, по крайней мере, старается собраться. То есть как бы все поколения, и бабушки, и дедушки, и внуки. То есть это праздник, который объединяет семьи. И, что касается визуально, да, то есть это выглядит тоже потрясающе. Уже в конце октября начинают украшать улицы, все в иллюминациях, все метрины, магазин заполнены огнями. То есть это очень красиво, да. Везде в городе рождественские ярмарки. И несмотря на то, что в этом декабре очень-очень теплая погода, то есть у нас сейчас на улице 13 градусов, можно сказать, такое весеннее настроение. Но город переполнен, переполнен людьми, ищущими подарки в последний момент. Я нахожусь в самом центре Камбурга, и за мной вы видите здание ратуши. В ней заседает пуркомайстер города Камбурга Олаф Шортс. А сейчас вы видите одну из самых больших рождественских ярмарок. Это место любимо всеми жителями города Камбурга и, конечно же, туристами. Ну что ж, на этой ноте будем прощаться. Я пожелаю вам, вашей семье счастливого рождества. Спасибо огромное. И я, пользуясь случаем, конечно, тоже желаю моему любимому городу, Саратову, хорошо встретить Новый год и православное рождество. И передаю привет всем своим родственникам. С наступающим Новым годом вас! И вас тоже с Новым годом, с рождеством! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая получилась у нас интересная беседа. Не каждый человек быстро принимает решение уехать. Кто-то долго взвешивает все за и против, готовится психологически и настраивает себя на то, что его нигде не ждут. А кто-то легко отбрасывает сомнения и продолжает двигаться вперед, как это делают наши гости Ксения Афонина, певица и преподаватель из Гамбурга. Я с вами прощаюсь. Это была Наталья Клынина и проект «Человек на карте мира». До свидания! Спонсор программы «Саратовские авиалинии».